всем привет друзья недавно я выкладывал видео как открыть счет в швейцарском банке здесь самая подробная наверно инструкция от начала до конца как зарегистрироваться как получить на свой баланс 5 токенов дак это эквивалент 10 долларов на текущий момент по текущему курсу данном видео я покажу как вывести деньги из биржи именно в евро и буду заказывать карту то есть изначально вам нужно если вам нужна карта швейцарского банка если вам нужен счет швейцарском банке вам нужно посмотреть предыдущее видео которое показывал нужно изначально установить приложение пройти верификацию потом зайти на эту биржу биржа называется zbx это единственная биржа где можно купить токены либо можно их купить еще в приложении но через биржу это будет сделать выгодней и меньше будете светить своими российскими картами и платежными системами потому что через биржу можно завести деньги через usdt к примеру как я это сделал на биржу завел usdt сейчас я usdt обменяю на евро и евро отправлю на свой счет в банке то есть данная биржа является партнером банка я уже везде прошел верификацию связал банк с биржей я это показывал и теперь осталось только вывести деньги изначально я хотел отправить их деньги в стейкинг я вчера более детально изучил информацию и для того чтобы получать стейкинг в евро здесь есть такая возможность дак отправляешь стейкинг получаешь евро нужно минимум 500 токенов для того чтобы получать стейкинг в дак токенах то нужно 50 токенов минимум я все-таки решил заказать карту потому что я сегодня полдня общался с поддержкой задавал самые каверзные вопросы узнал то чего как бы ранее не видел и не знал сейчас я вам расскажу ребята для того кто серьезно намерен открыть счет швейцарском банке сразу немножко по лимитам пробежимся вкратце и вам расскажу самое основное то есть открыть счет это все бесплатно обслуживание бесплатно но видите здесь пометка двоечка стоит здесь можно открыть счет в двадцати трех валютах даже в рублях можно открыть счет ребята швейцарском банке открыть счет в рублях это тоже возможно то То есть смысл какой? Для того, чтобы с вас не списывали комиссию 1 евро в месяц, вот видите, 1 евро в месяц будет списываться, если у вас нет на балансе 5 токенов Дукаскоинов. Если вы планируете пользоваться счетом, у вас должно быть на балансе всегда, постоянно 5 токенов Дукаскоинов. Вы их можете получить, если вставите мой код, про который я рассказывал в предыдущем видео. Посмотрите внимательно, когда регистрируетесь в приложении и проходите верификацию, вставляете код и получаете на счет 5 Дукаскоинов. И просто их держите. Если у вас будут эти токены на балансе, то ваш счет обслуживается бесплатно. Если там нулевой баланс, то естественно тоже бесплатно. Если вы завели туда деньги, открыли счет, но у вас нет на балансе Дукаскоинов, если вы не ввели реферальный код мой, то с вас будет ежемесячно списываться 1 евро за обслуживание. Это очень важный момент, который я узнал именно из поддержки. Как бы на это не особо обращал внимания, вот эти вот мелким шрифтом написанные детали, но это очень важно оказалось. Это пополнение, если с биржи и на биржу, то есть бесплатно. Сейчас я на бирже продам USDT, обменяю их на евро и заведу на свой баланс. Это будет у нас бесплатно. Если пополняете через другие платежные системы, то есть через карту, либо через платежные системы Skrill, Neteller, то вот такая комиссия будет за пополнение. Перевод внутри банка, то есть с карты на карту, если у вас знакомый тоже здесь зарегистрирован, все это делается бесплатно и моментально. Также можно обменять валюту на любую другую. Вы завели сюда евро, а открыли счет, допустим, в долларах, меняете внутри кошелька и без проблем все это у вас зачислится именно в доллары. Дальше. Стоимость карты я уже говорил, но здесь, видите, указано виртуально 9 и также пометочка 1. То есть банк оставляет с собой право взимать дополнительную плату 10 франков. Ну, в принципе, так оно и есть. Я буду заказывать, наверное, быстрой почтой. Это будет не 25 франков, а 35 франков. Карта с доставкой. Ежемесячное обслуживание 2 франка. Об этом я говорил. Перевод внутри счета бесплатно. И вот самое главное, друзья мои, вы прекрасно знаете, что я изучаю данную тему очень тщательно. У меня много всевозможных карт было. Сейчас у меня есть карта А2Кэш. Тоже недавно снимал про нее видео. Когда я снимал видео про А2Кэш, немножко ввел в заблуждение. Не до конца понял ситуацию. То есть, когда пополняете, с меня, помните, списывалось 2,5 доллара за пополнение, потому что сумма маленькая. Я еще говорил, что здесь, наверное, неверная информация в условиях. А там в условиях сказано пополнение 1,98% или 95, как-то так, почти 2%. Так вот, вот эти 2%, 1,95, они снимаются в зависимости от того, что больше. Либо 2,5 доллара, либо проценты. Если вы заводите туда 1000 долларов, то уже будет сниматься не 2,5 доллара за пополнение, а именно в процентном соотношении. Это очень невыгодно. То есть, от 1000 долларов 2% это нормальная сумма получается. А за снятие уже там фиксировано идет 2,5 доллара. Здесь же за пополнение со счета бесплатно и снятие в банкомате фиксировано 2 франка. И неважно, какую сумму вы снимаете, 100 евро, либо 1000 евро, вы платите всего 2 франка. Это пополнение, повторю, бесплатно на любую сумму со своего счета. А снятие 2 франка, все. Вот этот пункт, если кто не понял, это конвертация. Если вы снимаете в другой валюте, идет конвертация 2%. Соответственно, в банкомате выгоднее снимать именно в евро. Я буду оформлять карту, мастер-карт с валюты евро. Соответственно, я прихожу в банкомат, снимаю евро. Я плачу только 2 франка за снятие. Все. А если я снимаю в рублях, то еще плачу 2%. Либо покупаю какие-то, делаю покупки по карте. То же самое, будет идти конвертация 2%. Имейте это в виду. То есть, данная карта самая выгодная из всех, которые у меня были. Которые вообще, наверное, есть, существуют на данный момент. Других я пока еще не видел, не нашел. Но это самая выгодная карта, ребята. Ну, дальше, в принципе, здесь лично для меня ничего интересного. То есть, самое главное, я вам сказал, именно лимиты по карте. И сколько будет стоить обслуживание карты. И на данном этапе это самая лучшая выгодная карта, ребята. Также будут лимиты по зачислению денег на счет в квартал. Это тоже такой момент. Он, в принципе, в личном кабинете есть. Когда вы прошли верификацию, вы можете открыть свой аккаунт уже в браузере. И здесь есть лимиты, ребята. Ребята, вот смотрите. Лимит на входящие средства за текущий квартал. То есть, в квартал 3 месяца вы можете пополнить максимум на 2000 долларов. Ребята, в эквиваленте. Вот эта сумма. Не нужно никаких предоставлять документов о доходах. Если сумма будет больше 2000 долларов, тогда средство морозится. И вам нужно предоставить документы о доходах на данную сумму. То, что у вас есть доход. Я, кстати, уточнил по этому вопросу. Задал такой каверзный вопрос. А как быть, если у меня доход в криптовалюте? То есть, если я на криптовалюте зарабатываю, да? Я же не могу вам предоставить документы. И биржа не дает никаких бумажек. Вам же нужны бумажки? Ну, мне ответили, что данный вариант не подходит. То есть, если ты торгуешь криптой, то это не будет считаться твоим доходом. Нужна именно бумажка. С места работы, где ты там работаешь. И справку о доходах предоставить. Это если больше 2000 долларов за 3 месяца. Повторюсь. Квартал считается с 1 января до 1 апреля. Потом обнуляется. И дальше квартал. И так далее. И так в течение года. И вот эти 2000 долларов вы можете пополнить либо за раз в течение квартала. Либо разными суммами. Не важно. Будет считаться именно в квартал определенная сумма. То есть, 2000. И этот лимит желательно не превышать. Если у вас нет справок. И вы не желаете предоставлять справки о доходах. Вот такая вот ситуация, ребята. Даже вот те токены, которые мне начислились, они уже считаются. То, что я пополнил баланс. Видите, да? Сейчас у меня 5 дукокоинов. И это уже по текущему курсу 9,8 доллара. И это тоже будет считаться. Не только те деньги, которые вы сюда занесли и пополнили счет. А то, что вам придут эти токены. Если вы кому-то даете свой код реферальный. Вы тоже получите свои дукокоины. И это тоже будет считаться пополнением. Контролируйте это, ребята. Чтобы вас счет не заморозили. Для выяснения обстоятельств и откуда деньги, так скажем. Все вы это должны уже, наверное, понимать. Итак, переходим на биржу. Здесь есть два аккаунта. Ну, в принципе, как сейчас везде. Торговый и основной. Сейчас переведу, чтобы было вам понятно. Вот торговый счет. У меня сейчас деньги на торговом счете. И банковский счет. И мне нужно с торгового счета перевести на банковский. USDT, торговый, банковский. Вот то, что я заводил. Вот они и не все. Тут перевод, он без комиссии. Туда-сюда можете гонять без проблем хоть миллион раз. Все, переводим. Все, теперь деньги у меня на банковском счете. Видите, да? Здесь как бы в евро определяется 129 евро. И теперь эти евро нужно вывести на свой счет в банке. Это биржа, напоминаю, ребята. Чтобы вы не путались. Биржу привязываем к своему счету. Когда проходим верификацию, подтверждаем свою личность. И тогда у вас все нормально должно работать. Теперь нажимаем кнопку трейдинг, крипто, фиат. Нам нужно обменять наши USDT на евро. Выбираем. USDT евро. То есть здесь смысл какой? Вы сюда на биржу заводите битки, эфир и USDT. И это все вы можете обменять на евро. В данном случае у меня евро. Я выбираю sell. Buy это купить, sell продать. Выбираем полное количество. 145. Вот центы он не считает. И подтверждаем. Нужно успеть, пока идет отсчет. Плохо, когда не знаешь английский. Вот, ребята, заходим в свой личный кабинет. Вот, это уже кабинет банка. И видим на балансе 152 доллара. То есть 125 евро зачислены на наш баланс. И тут смотрите, как определяется. Баланс биржи, потому что мы биржу привязали к аккаунту банка. И баланс в евро. Теперь нам нужно отсюда перевести сюда, зачислить, чтобы. Смотрите, что нужно делать дальше. Теперь заходим опять на биржу. Выбираем продукты. Открыть банковский счет. У нас открывается такая страница, где видно, что мы все прошли. Что аккаунт у нас связан с банком. Все замечательно. На балансе видим наши евро. И теперь нужно эти евро перевести на баланс банка. На наш счет в банке. Здесь две кнопки. Добавить средства и снять средства. Вот, мы будем снимать средства. Код придет именно в приложении банка, ребята. Именно в приложении банка. Не на телефон. Я это говорил в предыдущем видео. Имейте это в виду. Вот я ввожу полную сумму. 125,89. Комиссия 0. Потому что банк мы привязали к аккаунту биржи. И перевод туда-обратно вообще без комиссии абсолютно. Как видите, теперь баланс отображается на моем евровом счете. И нам нужно заказать карту, ребята. Оплатить можно прямо со счета. Со своего. Я это все выяснил. Изначально там предлагалось оплатить картой. Я этот момент уточнил у поддержки. Мне сказали, если есть на балансе деньги, то можешь оплатить прямо со счета своего. Сейчас будем это пробовать. Я буду заказывать пластиковую карту. Мастеркард. Валюта евро. Чем отличается мастеркард от виза. И какая лучшая валюта. Я рассказывал в предыдущем видео, ребята. Посмотрите. Это очень важно. Я уверен, кто впервые смотрит это видео, не знает отличия. Чем отличаются карты. Почту выберу стандартную. Зачем нам переплачивать за срочность. Я думаю, в любом случае она приедет быстро. Выпуск карты 25 франков. И ежемесячное обслуживание 2 франка. Франк примерно равняется, наверное, к евро. 1 франк 1 евро. Примерно по такому курсу. Теперь выбираем способ оплаты. И видите, да? Сразу открывается, что у нас на балансе есть евро. И мы со своего счета можем оплатить карту. Ребята, не нужно привязывать свою карту специально для того, чтобы оплатить. Если вы планируете, конечно, сюда заводить деньги, то карту в любом случае нужно привязывать. Я же ничего не привязывал. То есть я свою карту не свечу. Я просто завел деньги с биржи. Вы это видите льда. Ее из даты обменял на евро. Евро завел сюда абсолютно без комиссии. И теперь этими евро я оплачиваю карту. И получаю свою карту швейцарского банка, ребята. И на балансе потом у меня будут евро. Те евро, которые у меня останутся здесь еще. Я их сразу потом переведу на карту. Как получу, как ее активирую. И буду пользоваться. Выбираем свой счет. Сразу видно, да? Сколько нужно оплатить. То есть у меня, по идее, еще 100 евро должно остаться на балансе. И подтверждаем. Проверяем свой адрес, естественно. Чтоб все совпадало. Все, карта успешно заказана. Теперь, видимо, придет какое-то оповещение на почту. Либо здесь будет какая-то информация, что карта отправлена. И будет отслеживание. Мне сказали, что на выпуск карты дается там 2-3 дня. Через 2-3 дня карту выпустят и, по идее, должны отправить. Ну да, вот на балансе осталось 101.95. Их же я и могу вывести на карту, когда получу. И потом могу пользоваться. Без проблем. Если в Адва Кэш, помните, да? Пополнение 1.90, ну почти 2%. Если большую сумму пополняете. А здесь пополнение бесплатно, ребята. Естественно, это выгодно. И она дешевле в 3 раза. Или в 4 даже дешевле, чем в Адва Кэш. Ну, везде есть свои плюсы и минусы. Там лимиты вообще такие нормальные. За раз можно 2000 долларов снять. За это, в принципе, и платите. За удобство и лимит. Здесь же лимиты 2000 долларов в 3 месяца, в квартал. Здесь лимиты меньше. Естественно, она дешевле. И в обслуживании она дешевле. Что немаловажно. Поэтому свои финансы можно разделять. Можно и через Адва Кэш выводить, если у вас большие суммы. И через эту карту выводить, пользоваться. Без проблем. Все будет нормально работать. То есть, свои финансы просто распределять по разным способам. Потому что, если большие суммы, Естественно, говорю это постоянно. Рано или поздно у вас спросят. Откуда деньги? И подтверждите свои доходы. Ну, у нас суммы маленькие. Я просто проверяю всевозможные варианты. Показываю вам, как это работает. А вы уже решайте, какую лучше выбрать. Но, на мой взгляд, это самая лучшая, самая выгодная карта на данном этапе. Возможно, скоро появятся еще более выгодные карты. Не знаю. Но, сейчас я вот посмотрел, да? Пополняешь ты бесплатно. Это самое главное. Уже, наверное, пятый раз говорю. Это не может не радовать. И снятие там фиксированное 2 франка. Неважно, там сразу можно 2000 долларов снять. Заплатить 2 франка и все. То есть, по сути, ты заплатил за снятие 2 франка. За 3000 долларов. А в других картах такого нет. Что у ТТМ была карта, у меня такого не было. Там из-за пополнения, из-за снятия платилось. То же самое А2 кэш. Единственное, еще нужно смотреть комиссия банка. Возможно, будет. Но, там надо выбирать, смотреть, пробовать. Какая будет комиссия. И от какой суммы, естественно. Где-то, возможно, будет фиксированное. Где-то, возможно, будет процент. А где-то, может быть, и вообще без процентов снять получится. Надо смотреть, пробовать. Ну, вот, когда карта приедет, я уже буду тогда проверять. Здесь уже попроще, потому что мастер-карт, евро, снять можно в любом валютном банкомате. В принципе, на все про все у меня ушло буквально там 5 минут. Операции проходят моментально. Обмен моментально. Зачисление на счет моментально с биржи. То есть, все классно. Главное, сразу пройти верификацию везде. Связать банк и биржу. И все проходит очень быстро. Таким же образом и можно делать и впоследствии. На биржу заводите USDT, продаете их за евро, евро заводите на свой счет. И все это без комиссии, ребята. Самый выгодный, лучший способ. И карту получить, и счет в банке швейцарском, и с наименьшими комиссиями. Это стоит того, чтобы поставить лайк этому видео. И поделиться со своими друзьями. И напоминаю, что для того, чтобы у вас на балансе появились токены, необходимо ввести код. Без этого кода у вас на балансе ничего не появится, никаких токенов. Вам придется заводить туда деньги, покупать токены. То есть, заводить деньги, светить карту. Чтобы они у вас были на балансе, на счете. Чтобы с вас не списывали комиссию 1 евро в месяц. Если у вас нет токенов, нужно держать минимум 5. Если больше, там у вас получится. Ну, наверное, можно торговать. Мне тоже сказали, можно поторговать. Я задавал этот вопрос поддержки. А если у меня будет их больше, этих токенов? Ну, можешь поторговать, либо куда-то вложить. Ну, проинвестировать. Как я уже сказал, можно их положить под проценты. Для того, чтобы получать проценты в токенах, минимум надо 50. Если получать проценты в евро, надо минимум 500 токенов положить. Вот так вот, в принципе, это все работает. Все предельно просто. Главное посидеть, разобраться. Ничего сложного здесь нет. Я буквально за 2-3 дня разобрался, как-то все устроено. Задал интересующие мне вопросы. И теперь могу донести эту информацию для вас, для всех. Ну, вот и все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, хорошего профита. И до новых встреч.